Всем привет, с вами Дмитрий и вы находитесь на канале Dimidrow. И сегодня мы продолжаем играть в College Kings. Я уже давненько не проходил эту игру и пришло наконец-то время продолжить её проходить и наконец-то довести дело до конца. Так что ближайшие несколько видео будут про College Kings. Если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. На комментарии под видео я отвечаю, так вы можете узнать больше обо мне и о моём канале. Ещё вы можете зайти на сервер в Дискорде и также там пообщаться со мной. Я там тоже отвечаю, стараюсь по крайней мере. Итак, сейчас мы находимся на пикнике. На пикнике мы находимся с Райаном и ещё с двумя девушками, это Райли и Обри. Но мы с ними никак особо общаться не будем, потому что у нас есть Лорен. Зачем нам другие девушки? Мы просто пообщаемся с одним мужичком, который стоит там с собачкой, потому что он достаточно интересный тип. С ним, скорее всего, будет приятно пообщаться. Ну а больше я ни с кем не буду общаться, я только с одним человеком пообщаюсь и потом вернусь к Райну. Возвращение к Райну заканчивает наше общение, то есть мы больше не сможем свободно разговаривать с разными людьми. И потом у нас начинается просто общение в компании. В компании они немножко пообсуждают разные вещи и потом начнут уже собираться домой. Домой вся эта весёлая компания соберётся где-то вечером. И потом эта же компания будет рассказывать друг другу разные истории. Особенно отличится, правда, наш герой, который решит всех просто напугать, рассказав страшную историю, которая на самом деле не совсем страшная, когда окажется, что причина всех проблем это просто севший аккумулятор. Однако то, что у других героев были эмоции, то, что они очень сильно испугались от рассказа главного героя, это того стоит. Кстати, уже через несколько дней турнир. И на нём будет, конечно же, Алексей. Алексей примет на нём участие в первый раз. Он будет сражаться там за честь волков. А он будет сражаться за честь волков, потому что в этот раз и волки, и приматы решили провести соревнования между первокурсниками с целью веявить того, на кого можно всё-таки положиться, на кого стоит возложить надежды в дальнейшем развитии и кого вообще стоит дальше тренировать для дальнейших боёв. С этим всем наш герой ночи не спит. У него волнение из-за того, что предстоит турнир, и он, возможно, где-то может облажаться. Но мы сделаем так, что он не облажается. Мы, конечно же, выиграем этот турнир. Мы выиграем, по крайней мере, того, кто перед нами встанет, и это будет замечательно. Следующий наш день начинается с лекции по истории. Лекция по истории начинается с того, что Алексей опоздал. И после опоздания Алексей присаживается на место. Ну и немного погодя, уже преподаватель по истории вызывает его, Пенелопу и Кэмерона, для того, чтобы они сыграли сценку с викингами. Конечно же, они должны взять себе реквизит, и дальше уже начнётся розыгрыш сценки. Короля будет играть Пенелопа. Королеву Кэмерон. А наш главный герой будет играть помощника, который уже будет с королём или этой королевой общаться. И королева невеста на самом деле. То есть это даже, грубо говоря, не королева сейчас, а просто невеста для короля. Строго говоря, исторически сейчас преподаватель по истории должен был их поправить. Потому что королей у викингов в 950 или 60 году, это вот время действия, когда они будут свою сценку разыгрывать, это время, когда у викингов ещё королей не было. У них были ярлы, по крайней мере в Швеции точно. И ещё у них возник спор, викинги звучали иначе, не иначе. Мы вообще не можем знать, как викинги тогда общались в какой манере, потому что об этом источников достоверных не очень-то и много сохранилось. Максимум мы можем косвенно судить об этом из, возможно, каких-то саг, которые у них, естественно, сохранились. Но из этого напрямую никак об их вообще не судить невозможно. Возвращаясь к нашей сценке, мы выбираем те варианты, которые викинги могли выбрать. То есть, соответственно, признать короля, во-вторых, это обсудить войну и, в-третьих, это поехать на запад. Самое лучшее направление для викинга, где можно грабить, это запад. На севере грабить нечего. Там получается либо Норвегия, либо Исландия, где очень бедно. А вот на западе Европа, которая достаточно богатая в рассматриваемый период. И, конечно же, обсудить войну, может быть, как и обсудить богатство, это два равновероятных варианта. Богатство викинги могли обсуждать, это богатство тех земель, которые они грабили, либо богатство, которое они награбили. Ну что ж, наша лекция закончилась. И наш герой вообще, не смотря вперед, смотря куда-то себе под ноги, прошел и столкнулся с очередным хулиганом. Ну, точнее, не очередным, а одним из самых отпетых хулиганов в школе. С которым столкнулся в самом начале, когда он только поступил в этот универ, точнее, колледж. И сейчас сталкивается с ним еще раз. Но в этот раз лотом рядом с ним не было, поэтому ему пришлось каким-то образом самому выкручиваться из ситуации. И лучшего решения, кроме как ударить этого мудака, у него не было. Потому что убегать из этого боя, это, конечно, спасло бы его задницу, но не прекратило бы нападок на него. А вот это вот поведение, когда он все-таки прекращает нападки в свой адрес, это все-таки немного эффективнее в данном случае. Я не говорю правильнее, я говорю эффективнее. Потому что оно, конечно, может быть было и правильно уйти от конфликта. Но я не знаю, как бы это потом повлияло на ситуацию. Скорее всего, не очень хорошо. Я этого не хочу испытывать. Я хочу просто положить этому конец. Второго раза мне хватило. Как мы поймем по реакции парней, которые заходят в нашу комнату, парни одобряют. Потому что, блин, наш чувак автоматически становится крутым. Он становится настоящим волком. Он показал класс, он показал, как он умеет бить. И насколько он может своего соперника повернуть. Раз он такое вытворяет в коридоре, то и на ринге вполне себе неплохой боец из него получится. Такая сейчас логика у волков. И, естественно, мы погреемся в лучах этой славы. Нам очень приятно, что нас поддерживают в этом деле. Что это все-таки была действительно самооборона. Что мы все-таки поступили в какой-то степени правильно. Все-таки мы доказали свою какую-то доблесть перед волками. И теперь наш главный герой полноправно может считаться членом волков. Волки очень рады этому исходу дела. Волки принесли пиво. И они все втроем сейчас будут пить пиво. И праздновать небольшую, но все-таки победу нашего главного героя над превосходящими силами зла. Да, кстати, забыл сказать. После того, как наш парень ловко нокаутировал своего соперника, к нему подкатывает Линдси. То есть Линдси передала записку с номером телефона, на которой можно либо позвонить, либо написать. Но, как окажется позднее, Линдси сама ему напишет. Мы, кстати, не особо рады тому, что Линдси нам пишет. Точнее, не особо к этому готовы, потому что Лорен у нас есть. Нам не нужна никакая Линдси. Мы будем просто отписываться. Будем просто говорить с ней. Никаких движений в сторону нее романтически мы не будем предпринимать в принципе. Пусть она просто будет нашим хорошим зрителем, и мы ее просто развлечем. Но ничего больше. Мы просто будем с ней общаться. Как и со всеми девушками, кроме Лорен. Лорен это наша любимая и единственная девушка. И с утра Алексей получает письмо от мисс Роуз о том, что он приглашен на праздничный обед. Праздник состоит в том, что она приглашает всех волков отпраздновать ее переезд и отблагодарить волков за помощь в переезде. Ранее волки помогали ей с переездом в новую квартиру, и поэтому сейчас нужно их отблагодарить. Будет прям обед, забегая наперед, вы это обязательно увидите. Там будет и первый, и второй десерт. И она даже предложит выпить, но ни один из волков не примет это. Он просто... Каждый будет заказывать себе воду. Но перед тем, как ехать к мисс Роуз, в первую очередь Алексей, конечно же, заскочит к Лорен, к своей любимой девочке. Ей надо помочь с идеей, что все-таки на благотворительном мероприятии ей сделать. Либо выпечку продавать, либо стоять статуей. Конечно же, более интересная идея это статуя, потому что выпечка это все-таки банально. Выпечку продают на многих благотворительных мероприятиях, и скорее всего выпечка просто не окупится. И поэтому наш главный герой предлагает очень мудрую идею позировать в качестве статуи. Это будет тем более несколько часов, не целый день прям. Поэтому вполне себе реальная идея даже. Но самое главное, мы будем поддерживать Лорен во всех начинаниях. Независимо от того, что она выберет, мы всегда будем на ее стороне. Даже если она выберет в итоге печь-выпечку, мы ее поддержим, потому что это, во-первых, ее решение. Во-вторых, если человек делает то, что ему не нравится, это получается намного хуже. По поводу отношений мы, конечно же, уже не флиртуем. Мы романтик. Потому что флиртование это сейчас спуск на ступень ниже. Мы сейчас уже на такой ступени отношений, где уже просто нужно поддерживать друг друга и дальше развивать то, что уже есть. Мы и так парень и девушка. Зачем ему флиртовать теперь с ней? Ему надо ее теперь поддерживать и заботиться о ней, как о своей девочке. Это логика, по которой я и дальше буду продолжать развивать отношения с Лорен. Это уже не то, что было раньше. Это уже не легкий какой-то флирт. Это уже все по-настоящему. После Лорен у нас будет пост в Киви. Пост в Киви напишет Крис. Крис хочет вообще всех разорвать. У него пост набирает очень много лайков. Мы, конечно же, оставим комментарий о том, что мы тоже готовы всех порвать на этом турнире. И я надеюсь, что все-таки мы этой победы достигнем и мы всех порвем. Я предполагаю, что недавняя победа нашего парня над Громилой все-таки вселила уверенность в ряды волков. И что волки теперь должны победить с этим-то зарядом бодрости. Но это все потом. Сейчас нужно написать нашей бревной матери Линси, а потом уже пойти на обед к Мисс Роуз. На обед в благодарность. Мы уже помогли с волками Мисс Роуз, поэтому я особо в этот раз переусердствовать не буду. Но все-таки один раз ей помогу. Когда надо будет десерт выносить. А в остальном просто буду сидеть рядом со своими пацанами и разговаривать с ними. Потому что, блин, волки это братство и братство должно быть вместе. На этом обеде больше всех съест Финн. Финн сначала съест основное блюдо, потом он съест еще и десерт. Он еще и, кстати, добавки попросит к основному блюду. Он две тарелки съест. Поэтому, да, он все-таки мощный парень, ему кушать надо. А все остальные съедят как обычно. Первый раз, когда Мисс Роуз можно будет помочь, я останусь с волками. Потому что мне надо все-таки обсудить с Симмером, с моим братом, нашу тренировку. Что надо бы когда-нибудь потренироваться. Возможно, сегодня. Потому что все-таки на носу у нас турнир и надо к нему готовиться. О задании викингов, конечно, можно поговорить. Но это не самое важное, что сейчас лучше обсудить. Все-таки важнее сейчас турнир. К турниру надо прям готовиться очень плотно. Имра, как всегда, волнует только секс. То есть он боится, что если ему надерут задницу, то он трахаться не будет. Ну да, ну да, конечно. Наш главный герой участвует в турнире не для того, чтобы потрахаться. У него для этого будет Лорен. А для того, чтобы просто поднять престиж волков. Все-таки показать приматам, где их местом находится. Лазанья. Прекрасное блюдо. Финн, кстати, доедает его. И после того, как Финн доел, мы все-таки помогаем мисс Роуз с десертом. Ей нужно будет вынести десерт. И с этим я ей обязательно помогу. Все-таки надо помочь женщине. А ей надо помочь, потому что она такой классный обед нам приготовила. Она приготовила, во-первых, лазанью. И во-вторых, вот сейчас десерт выносит. Это же, блин, вообще очень-очень круто. Поэтому, как без помощи. Все-таки мне придется ей помочь. После этого они начинают обсуждать бабушку Рут. Почему рецепту вообще был приготовлен этот десерт. Десерт на самом деле получился замечательный. И все благодарят бабушку Рут за то, что она передала вот такой вот рецепт. Мисс Роуз и то, что десерт получился самым замечательным. После того, как все поели десерт. И отблагодарили бабушку Рут за то, что она передала рецепт. Все уже начинают расходиться. На самом деле мы могли бы остаться с ней немножко поговорить. Но не получилось. Потому что мы особо ей не помогали. Особо не сближались с ней. Да и зачем это как бы надо. Мы все-таки с волками больше дружим. А не с преподавателями. Поэтому мы выходим вместе с волками потом. И направляемся домой. И Лорен пишет. Конечно мы ответим. Лорен говорит, что очень благодарна нам за идею. Что все-таки мы помогли принять ей решение. Она раньше очень сомневалась и колебалась. Сейчас мы же помогли ей принять решение. И за это она нас благодарит. И теперь интересный момент. Уже завтра турнир. Это значит, что надо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Что и будут делать все волки сейчас в спортзале. Крис вызывает нашего главного героя в спортзал на тренировочку. Естественно, генеральная тренировка, ну как генеральная репетиция, начинается с очень мотивирующих фраз Криса. Крис все-таки лидер и умеет замотивировать своих людей на успехи. Тем более, моральное состояние наших волков улучшилось после того, как главный герой одержал победу над Громилой. Они все-таки выпили пиво. У них поднялось еще из-за этого настроение. Ну и плюс тот факт, что волки могут побеждать. Дало им уверенность, что они и на турнире-то победят тоже. И еще Крис, как настоящий лидер, обращает большое внимание на стратегию. Раз наш главный герой уже вырубил того мудака в коридоре, то на него приматы будут смотреть уже пристально. И приматы теперь знают, на что он способен. Поэтому нужно каким-то образом еще удивить приматов, внести тот элемент неожиданности, который был потерян в результате этого боя. Но Крис не укоряет нашего главного героя в том, что он защищался. Потому что, ну, пришлось главному герою защищаться. Ему уже как бы не убежать от этого было. Он все-таки не трус. Сейчас единственное, что может сделать наш главный герой, это в начале боя отойти от соперника, чем привести его в замешательство. И на этом, возможно, наш герой сыграет и таким образом выиграет себе поединок. В остальную часть тренировки наш главный герой будет отрабатывать удары на боксерской груши. Все остальные занимаются другими делами. Например, Имра качает руки, он сейчас отжимается. И мы закончим видео окончанием этого дня. Эти несколько дней, которые мы сегодня пробежали, были очень насыщенные. Сначала был пикник около озера. Потом была сценка с викингами. А далее наш главный герой побывал еще и на обеде у Мисс Роуз. А потом уже началась тренировка для турнира. На этом наше видео заканчивается. Все, кто смотрел видео до конца, всем большое спасибо. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, нажимайте колокольчик. Рассказывайте об этом видео всем, кому только можно. И, конечно же, всем пока!